Дом в Заречи, дверь полицейским открывает хозяйка квартиры Татьяна. Узнав предмет беседы, делится своими историями. Ее родители после посещения неизвестных несколько лет назад купили медицинское оборудование по завышенной цене. К самой Татьяне тоже в дверь стучался подозрительный мужчина. Представлялся сотрудником коммунальной службы. Молодой человек мне сказал, что надо поменять счетчик. Не счетчик, а автомат электрический. Я говорю, у меня все нормально. Я говорю, вы откуда? Он сказал, электрослужба. И сразу же побежал по лестнице, стал выходить на улицу. Участковые рассказали, женщине мошенники могут не только наведаться лично, но и позвонить по телефону. Мошенники, как называемое, звонят. Представляются сотрудниками банка. Говорят, что с вашей карты пытаются снять денежное средство. И предлагают перевести на другой счет. То есть приходит вам смс, ни в коем случае не надо сообщать коды. Способов так называемых дистанционных мошенничеств много. Это не только звонки от имени банка. Второе, по популярности, мнимые продажи. Человек выбирает товар в интернете, продавец просит предоплату или полную оплату. Но купленную вещь никто не высылает. Третье, компенсации. В этом случае мошенники звонят ранее обманутым. Предлагают компенсировать ущерб. И просят погасить комиссию за перевод денег. Несмотря на принимаемые меры, у ВД Горчи-Череповца ежедневно поступают заявления от граждан, которые стали потерпевшими по данным видам преступлений. Согласно статистике, за сентябрь 2019 года в Горчи-Череповце совершено около 70 фактов преступлений. В основном они совершаются в отношении женщин, также в отношении престарелых, граждан пожилого возраста. У нас таких 20 фактов зарегистрировано. И в основном это клиенты Сбербанка. То есть 35 фактов. Тех, кто никогда не слышал о мошенниках, как показывает практика, нет. Да и алгоритм действий в нестандартной ситуации многие знают. И все равно своих жертв преступники находят. Тонкие психологи. На их уловки может попасться каждый. В группе риска не только пожилые люди. Ни в коем случае. Коды, СВС на обратной стороне знаете, да? Нельзя говорить. В беседе с полицейскими горожане предложили самый надежный способ избавиться от нежелательных абонентов. Мне нет, соседки, да. Соседки, да. И как соседка? Ну, она начала объяснять, что у меня денег мало. Как я могу вам снять их сейчас? Ну, ничего. Нет, она ничего. Она просто им объясняет. Зачем ты разговариваешь? Я незнакомую телефон не беру. Не берете, да? Еще взаимовыручка. Если вы видите, что к пожилым соседям пришли какие-то неизвестные, немедленно наберите 02. Кстати, именно такой соседский звонок недавно позволил разоблачить фальшивого сантехника. Мужчина успел обмануть нескольких пенсионеров. Теперь ответит по закону. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...